Приветствую вас и предлагаю свой вариант ответа на вопрос, хотя, конечно, причин может быть очень много, но наиболее вероятное из них, по моему мнению, заключается в том, что в начале отношений, в начале взаимодействия с мужчинами, вы не придаете значения их недостаткам, вы надеетесь или считаете, что они исчернут, они уйдут, эти недостатки, а они не исчернут. По сути, вы не придаете им должного необходимого значения, вы не отдаете себе отчет в том, что характеристика человека, в том числе и негативные характеристики, в отличие от позитивных, сначала, могут увеличиваться. То есть, мы знакомимся с человеком, начинаем с ним общаться. И если чувствовать эйфорию от общения с ним, то, соответственно, эта эйфория как бы заглушает вот эти вот негативные моменты, которые есть. Заглушает. Но не убирает насовсем. Просто вы на какой-то момент можете на это закрывать глаза. И когда эйфория проходит, чувства или страсти, если имеются, поутихают, негатив выходит наружу. Негатив начинает усиливать свои позиции. И вы оказываетесь к этому не готовы, потому что ранее закрывали мярд города. Вот именно поэтому мужчины и оказываются такими нехорошими, как вы их назвали. Если сразу, сначала вы будете четко определять, какие у мужчины сильные и слабые стороны, и относить для себя, приемлемо ли для вас это или нет, то, я думаю, это позволило бы вам избежать проблем, некоторых проблем, не всех, безусловно, но некоторых проблем с вот такими вот сюрпризами. Потому что, отдавая себе отчет в том, что человек такой, как он есть, не имея надеяния на то, что он может измениться, что он может стать другим, что он будет лучшим в ваших отношениях, гораздо более реалистично смотришь на вещи, в том числе и на мыши. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.